Нашла. Снимается маски и голограммы Фантом. Представит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. У нее много чего присутствует. У нее огромная гиря на ноге и сама она как в клетке, в широкой клетке. Такие у нее клетки широкие. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем винету в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией винеты поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем винету, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит, но она руками разводит, у нее какие-то перчатки на руках одеты, длинные такие, как ногти. Перчатки? Хорошо. Что еще? Ну, клетка и вот эта гиря на ноге. Скэнер, просканируй сейчас винету, выведи эти перчатки, клетку, в которой она находится, и гирю. Отключи их. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами полностью выведи из биополя. И как все это выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Так лучше винета? Да, так спокойнее намного. Она знает, откуда у нее это все? Нет. Будем разбираться. И. Я даю команду на щит риск. Скэнер сканирует пространство над головой винеты. Под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственные за эти подключки воздействия энергии притягиваются в клетку-тюрьму и становятся ее заложниками. Один, два, три. Скэнер сканирует систему тонких тел винеты. Находит все. У нее демон. Четырнадцатый. Золотой джинн. Дальше у нее лизард. Лизард, который все усиливал, все чувства в несколько раз. Негативные. Не рахнует. Итак, у нас четырнадцатый демон, золотой джинн, лизард и арахноид. Еще кто-нибудь есть? Нет, сэр. Кто из вас присутствует в квартире винеты? Все, кроме лизарда. Все, кроме лизарда. У кого есть контракт с винетой? Подожди, у лизарда есть отщепление где-то в ребенке, не пойму пока в каком. Лизард, ты кого-то подкинул ребенку? В среднем. Мальчики. Хорошо. Значит, ты будешь находиться здесь, пока мы все это не уберем. Итак, у кого есть контракт с винетой? Я спрашиваю. Над ответственной клеткой загорается маячок. У кого есть контракт с винетой? Длинно. Даю команду. На счет его чалма, золотые кольца, все серги, все маргические, все магические причиндалы переходят в соседнюю клетку, сосуд с золотыми монетами уходит в соседнюю клетку. Да, будет так, а так и есть. Зачем, Джин? Ты не понял, куда ты попал, Джин? В моих руках появляется шар энергии царя Соломона. Зачем такой злой? Кто тебя не обманывал? Я спросил, у кого есть контракт, и промолчал. Если тебе этого недостаточно, я буду с тобой разговаривать на другом языке. Я не успел правильно ответить. Ты пытался меня... Я формировал мысли форму. Ты формировал мысли форму. Хорошо. Возвращаю Джину назад все, что я у него забрал. И он получает первое и последнее предупреждение. Еще раз посмеешь меня обмануть, я тебя накажу. Тебе все понятно, Джин? Да, я слушаю тебя. Какой у нас Джин? Посмотри, Вера. 80.01. Ах, 80.01, восьмитысячный уже. Хорошо, Джин. У тебя есть контракт с ней? Есть контракт. Когда заключен? На чем заключен? И каким образом? Она выражала конкретное желание получить что-то от Джина? Как это было? Она выражала желание, а Джин выполнял желание. Ты не ответил на мой вопрос. Второе предупреждение. Я конкретно спрашиваю, какие желания были и кому она их задавала? Кого она просила об их исполнении? Если ты заключал контракт осознанно, она будет об этом знать. Венета, я обращаюсь к вам. Там вы видите демона 14-герцового, вы видите золотого Джина, восьмитысячного, лизарда и арахноида. Кого вы приглашали в свое биополе? Осознанно. У вас есть такое? Нет, я их не звала. Итак, Джин, я слушаю тебя. У меня время заканчивается с тобой разговаривать. Джин заключает контракт на желание. Желание исполняется. Джин получает свои золотые монеты. Она просила тебя об исполнении своих желаний? Она желала. Что она желала? Любой человек желает себе чего-то? Деньги желала. Не каждому приходит золотой Джин. Итак, сколько ты находишься в этом биополе, Джин? Начнем с этого. Если быть точным, шесть лет и восемь месяцев. Шесть лет и восемь месяцев. Ты пришел вместе с демоном или ты пришел сам по себе? Я сам по себе. Хорошо. Начинаем с реверсной энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Да и командует тонкой копией винеты, спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную и негативную. Их возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Кому принадлежат эти перчатки? Клетка и гиря. Клетка Джину принадлежит, перчатки и гиря демона. Хорошо, Дима. На каком основании ты установил перчатки и гири в ее биополе? У тебя есть договоренность на это действие? Она делала какой-то повод? Я хочу все знать. Поводов много. Говори. Алкоголь один из них. Хорошо. Меня это устраивает. Депрессия. Да. Негатив. Корики. Это все твоя чистота. У меня вообще никаких нет проблем понять это. Видишь, золотой джинн, как правильно отвечать на вопросы? По существу, он все объяснил мне к нему, никаких вопросов нет. Он зашел на свою чистоту. Сколько ты находишься, демон, в этом биополе? У тебя просто предвзятое отношение к джину. И я ответил так же. Зашел на желание. Для джина это закон исполнять желание. Джинн, если я тебе скажу, что ты 500 джинн, с которым я встречался, причем половина из них была золотых. Неужели ты думаешь, ты имеешь перед собой человека, который, или душу, который не понимает, о чем она говорит? Это не первый ангел, с кем я разговариваю. Хорошо. Дай Бог, чтобы был не последний, как говорится. Поэтому коммуницируй. Ты находишься в клетке тюрьмы, ты здесь заложник. Здесь не приемлется такое отношение к нашей работе. Ты должен коммуницировать, ты должен отвечать на... Контракт есть контракт. У тебя есть контракт. Хорошо. Мы вернемся к этому моменту. У демона нет контракта. У демона. Парадокс. Но есть желание, а контракта нет. Очень удобно. Есть желание, но контракт нет. Идти за своим желанием, а не противостоять ему. Можешь привести пример этому? Да. Наливай вина из ООО. Ах, вот как. Ты помогаешь ей наливать? Кто наливает? Там есть кто-то, кто наливает? Или она сама это делает? Я наливаю. А потом общаешься с ней, слушаешь ее, да? Нет. Просто наливаешь, да? Наливаю. Красивый винный бокал. Сказываю, как оно переливается по этому бокалу. Как оно поможет попасть в страну снов. В страну снов. Понятно. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе? Год и 7 месяцев. Хорошо. Сколько находится лизард в этом биополе? 4 года. Сколько находится арахноид? 7 лет. Хорошо. Как у нас с реверсом? Закончен. Устанавливаю фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Венета забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Венета себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. Лизард, твое потомство, которое находится в среднем ребенке, оно самостоятельное? Оно самостоятельное, только меньше него. Понятно. Ты присутствуешь сам в доме Венеты? Хорошо. Не присутствует. Реверс закончился. Отлично. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи. Доставай все, что ты оставил в его биополе. Паутину, иголки. Все свои энергии вытаскивай. Возвращайся назад. У него есть иголки мохнатые. Да. Виски. Вытаскивай. Затылок. Головные боли, мигрени. Что было? Мигрени. Мигрени. Хорошо. У меня потока энергии не было. Коронную чакру перекрывал он. Венета знает теперь причину этих головных болей. И кто за них ответственный? Это как мигрени, как навязчивая боль в голове. Он все снял. Идем дальше. Лизард. Где ты сидел? В сердечной чакре? Да. И горло. Хорошо. Выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в сердечной чакре и горле. И все свои энергии. Ничего не забывай. Приступай. Готово. Время пришло золотому Джину вытаскивать все, что он оставил в этом биополе. Ему выходить не надо. Втягивая в себя все, что я оставил. Ничего не забываю. Докладываю о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, существует вероятность того, что он сгорит. Я вам этого не желаю, поэтому кооперируйте. У меня на ногах такие, как башмаки золотые. Он их стягивает. Он как притягивает, вернее. Итак, Джин, у тебя сейчас время есть рассказать, как ты воздействовал на нее. Сколько процентов ты забирал у нее денег? Как ты ей усложнял жизнь? Он забирал. И я давала ей. Что ты забирал, я сначала спрашиваю. Уверенность. А еще что? Ты же не будешь мне рассказывать, что ты свои золотые монеты на уверенности получишь? Я забирал энергию и определенные чувства, такие как уверенность, стабильность. Уверенность, стабильность. Сколько ей приходилось работать для того, чтобы заработать ту же сумму без тебя? Здесь не вопрос времени. Хорошо. Какой вопрос? Здесь страх от потери. Страх от потери того, что имеешь, да? Да. Ну, здесь много энергии, я согласен. Тут еще и демон помогал. Итак, собирай все, что я оставил, я жду. Снял. Хорошо, демон, твоя очередь, выходи. Отключайся полностью. Если что-то мы еще не достали, на месте доложи мне, что ты все снял. И скажи мне, есть ли лярвы в биополе винеты? Если есть, где? У нее на голове лярва и низ живота лярва. У нас на голове сидел арахноид низ живота. Да, чья это работа? Стекало туда все? У нас вроде нет никого, кто там сидит обычно. Откуда внизу живота? Это боли. Физические боли. Три беременности. А они там у нее отложились? Или оно там собралось? Или как мне это понять, откуда идти? Да, это боли за детей. У нее скапливается там как переживание. Боль за детей, за будущее. И это превратилось уже в лярвы, да? Затемнение, да. Затемнение. Хорошо. Ты хочешь получить эти лярвы из затемнения? Не откажусь. Хорошо. Тогда скажи, Миша, ты закончила, я дам отдельную команду. Я закончила. Разрешайте забрать все лярвы и все затемнения в биополе винеты. Ничего не забывай, потом возвращайся назад. Готов. Организации контрактов у нас не получится, поэтому переходим сразу к аннулированию контрактов и договоров. Винетта, каким-то чудным образом вы успели заключить контракт, поэтому вы готовы его аннулировать? Спрашиваю. Да, готова. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Винетта должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она его выразила. Я говорю вслух, ее тонкая копия повторяет за мной. Я. Контрактам и договорам. Договора выходят, активно и подсвечиваются. У нее большой золотой контракт вышел. Хорошо. Винетта, вот ваш контракт с Джином. Посмотрите его, посмотрите на условия. Вера, считай условия контракта. На страхе потери. Понятно. Что он получает за это? У него чистые энергии какие-то. Ее чистые энергии, да? Подожди, уверенность и чистые энергии идут. Этим вы пожертвовали в этом контракте. Без вашего ведома. Вы готовы его расторгнуть? Расторгнуть. Готово. Повторяйте за мной. Внутрия властью моего суверенного я распоряжаться собственными энергиями. Пошел. Возврат энергии, если такова есть. Сейчас за 6 лет энергия пойдет. На ее уверенность возвращается. И вот какая-то как осознанность особая. Спокойствие. Готово. Отлично. Ага, хорошо. Открываем воронку в галактическое ядро. Производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Вместе с фантомами уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Возвращаемся назад. Я даю команду на рассинхронизацию винеты с демоном, золотым джинном, лизардом, арахноидом и всеми их подключками. Пошла рассинхронизация до 100% заканчивается автоматически. Есть. Подхожу к винете, помогая моей энергией отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает все каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал выходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Хорошо, демон. Хочешь получить еще эмоциональный фантом перед тем, как я тебя отпущу в дом? Желаю. Выходит эмоциональный фантом винеты. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низкую... Ей же сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У нее выжил уставший фантом. Уставший. Хорошо, винета, эти энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы от них отказаться, расстаться с ними? Она готова. Этот фантом несет больше, чем она может. Она как навалила на себя много всего. Хорошо. Готова расстаться. Сворачиваете энергии в шар. Забираешь демон? Забирает. Отправляет демону. Назови мне пару частот, которые являются первопричиной. Мы уже там услышали страх. Подавление, сила, воля. Понятно. Хорошо. Сила, воля и подавление. Все забрал, да? Да. Итак, Лизард, ты понял, больше не приходить. Ни в этот дом, там будет все закрыто. Ни в это биополе. Тебе все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки. Лизард забирает все, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Арахноид. У тебя есть потомство там же или оно самостоятельное? Арахноид находится в доме. Хорошо. Итак, я открываю это два портала. Арахноид уходит в один портал, в дом. Собирает все, что он там оставил. Все свое потомство. Всю свою паутину. Золотой джинн вместе с демоном уходит в дом. Собирает все, что они там оставили. Дожидается меня. Я прихожу, проверяю и отправляю каждого на его чистоту. И демону предлагаю вариант. Он один там или есть там еще черт-бес? Есть черт в доме. Хорошо. Почему я спрашиваю? Потому что я сегодня буду чистить еще и дом. Поэтому мне нужен кто-то, кто покажет все эти порталы. Я могу собрать. Черт покажет. Хорошо. Значит, тебе придется с ним делиться. Потому что я намерен собрать весь негатив в этом доме. И отдать дорогу перед тем, как я отпущу. Обойдется. Вот, видишь? Каждый портал уйдет. Ну, хорошо. Я же поэтому и спросил. Открывается два портала в дом Венеты. Один, два, три. Демоны золотой джинн уходят в один портал. В дом Венеты собирает все, что оставили. Арахноид уходит во второй портал. Собирает все, что оставил. Закрывая печат и растворяя его портала. Готово. Под перчатками клетка и гиря открывается воронка в галактическое дро. Они уходят на переработку. Закрывая печат и растворяя. Готово. Клетка пустая сейчас, да? Да. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усадится наиболее эффективным образом. Один, два, три. Есть. Хорошо, Венета, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Сейчас более уверенно и чисто. Чистоту внутри чувствую. Энергии свои сжимаю. Отлично. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok